Здравствуйте, друзья! Я Геннадий Туркин и в этом видео я представлю новую группу пирамид под названием Аура Пирамиды. Данная разработка будет отличаться тем, что форма пирамиды дополнена и расширена большим многообразием вариантов цвета пирамид, а также будут учитываться в дальнейшем все оттенки возможных цветов. Сейчас, чтобы представить метод, достаточно посмотреть на наличие пирамид разного цвета. Основные цвета красный, оранжевый, желтый, нежно-желтый, зеленый, голубой, синий, черный, золотой. Светопрозрачная группа, когда цвет красный имеет возможность прозрачного стекла, либо синего прозрачного, либо зеленого прозрачного, как в этой модели. И такой подход в формировании дизайна пирамид, назовем это энергоинформационным дизайном пирамид, он будет давать возможности более расширенной методики работы с данной группой пирамид. Пирамиды будут обеспечивать эффект цветотерапии, возможность работы с энергетическими центрами человека, с так называемыми чакрами. И данные пирамиды можно размещать на своем теле по определенным энергетическим точкам. И тем самым воздействие на конкретную чакру с определенным цветом пирамиды будет обеспечивать более правильное восстановление энергетических проблем человека, более правильную роль пирамиды во взаимодействии с энергетикой пациента. Устроена пирамида следующим образом. У нас применяется классическая пирамида. Пирамида, близкая к своей геометрии к пропорциям египетской пирамиды. Размер основания пирамиды, вот этот размер, либо размер квадрата основания пирамиды, построен на размере 7 сантиметров 23 сотых миллиметра. Я исхожу в подборе данного размера из информации о том, что параметр длины волны нашего пространства жизни как раз находится в этом диапазоне длины волны. Поэтому, применяя данный размер 7 сантиметров 23, мы получаем инструмент пирамиды, которая наилучшим образом работает с материальными параметрами для их воздействия, для их гармонизации и для резонанса с параметрами жизни на данной длине волны. Пирамида в дальнейшем устанавливается на донное основание. Донное основание имеет круглую форму, в дизайне которой применяется цветок жизни. С информацией о пользе цветка жизни можно ознакомиться уже во многих источниках информации. Но, коротко скажу, что по этому алгоритму строятся все формы жизненных построений. Так делится клетка, так строятся кристаллы, так формируются многие энергетические проекции макро- и микрокосмоса. Поэтому, применяя дизайн и информацию данного цветка жизни в форме пирамиды, мы тем самым обеспечиваем ее благотворное воздействие с точки зрения энергоинформационных параметров пирамиды. В геометрии самой пирамиды, на грани пирамиды, также изображен цветок жизни, который перфорирован с помощью лазера. И данный цветок жизни, он как ажур, он прозрачный, и он обеспечивает такую легкость пирамиды. Но при этом пирамида достаточно красивая и информирована параметрами данного сакрального знака. Дизайн пирамиды предполагает в себе наличие определенных дополнительных фокусных площадок, в которых можно размещать информационные матрицы. Речь идет о вот этой зоне пирамиды, у самой вершины, где расположены четыре входные окошка. Благодаря этим отверстиям в пирамиду можно размещать информационные носители генетического характера, либо какие-то лекарственные препараты, либо иные информационные матрицы, которые будут обеспечивать дополнительную информационную программу в работе пирамиды. То есть, например, если вы планируете применять данную пирамиду для активизации питьевой воды, либо для воздействия на определенную зону энергетики человека, то, наполнив пирамиду каким-то новым информационным носителем, данная информация, благодаря переносу через энергетику пирамиды, будет распространяться на зону воздействия пирамиды, на ее нижнюю зону, и в данном пространстве будет сосредотачиваться позитивная энергия работы пирамиды, плюс информационная программа, заложенная в данную информационную матрицу. Поскольку пирамида у нас решает задачи целительных практик, либо так называемой активизации энергетики, здоровья человека, то данная модель будет значительно повышать ресурсы и активизировать иммунитет человека, активизировать его активное состояние энергии, раскрывать резервные свойства человека. И как раз для этого нам и нужно было задать максимальное количество позитивного цвета. У каждого цвета есть определенный диапазон воздействия, который либо поглощает определенную частоту вибрации, либо наоборот восполняет у человека нехватку той или иной частоты вибрации определенного цвета. По таким методикам работают многие специалисты. Есть такое понятие как ауросоматика, психосоматика, когда специалист определенного уровня с помощью ауропирамид и возможности применения различных цветовых вибраций в дизайне наших пирамид можно применять методику психосоматики, ауросоматики. И для специалиста определенного профиля, для психолога, для целителя, для специалистов в работе с рейки, программами энерготерапии, биотерапии, те методы, о которых я сейчас говорю, они в общем-то понятны. Единственное, что может отличаться некоторая методика, либо та или иная трактовка в пользе применения того или иного цвета. Но, скажем так, базовые понятия о том, что, например, желтый цвет по-своему влияет, красный цвет по-своему влияет на состояние человека, на его активность, на его психосоматику, все это уже, так сказать, известно более специализированной группе практиков. Мы лишь даем инструменты. Инструменты в виде пирамид, которые в своем цветовом диапазоне будут иметь большое количество вот такого вибрационного наполнения. Со временем данная группа цвета будет расширяться в диапазон более активного, так сказать, разложения по спектрам. То есть, если мы берем, например, желтую группу пирамид, то будет диапазон цвета от нежно-желтого цвета до более плотного желтого и до насыщенно-желтого цвета. Также будет применяться группа пирамид красного цвета, и диапазон спектра насыщения красной активности будет также в максимально, так сказать, расширенном показе будет представлен в пирамидах. Это будет также позволять специалистам набирать инструментарий для того, чтобы их пирамиды расширяли свое количество в определенных спектрах, в определенной интенсивности того или иного цвета. Что еще сказать можно о самой пирамиде? Помимо вот этой энергетической работы через фокусные точки высоты, у нас еще в дальнейшем пирамида будет снабжаться определенными энергетическими знаками. Вот сейчас здесь применен в этой зоне вершины пирамиды, на определенной площадочке здесь закрепляется знак силы с программой воздействия знака так называемого соцветия жизни. Не цветок жизни, а соцветия жизни. Это отдельный энергетический символ, который формирует информационную программу в работе пирамиды. И сейчас эти пирамиды снабжены каждое вот таким знаком. Но со временем мы предложим методику и группу энергоинформационных знаков, которые будут менять вибрации и энергетику каждой пирамиды. Программа и методика, ну примерно это можно объяснить так, что пирамида это у нас носитель, это инструмент, но этот инструмент можно дополнять конкретными воздействиями энергии. Например, всем известен метод литотерапии. Поэтому, зная частоту и энергетику от каждого минерала, кристалла, либо камня, ну например, рубин, алмаз, топаз, другие камни, можно будет подбирать под цвет пирамиды, например, под красную пирамиду, мы будем применять энергетику камня рубин. Под синюю пирамиду энергетику бирюзы, под зеленую пирамиду будем применять энергетику изумруда. И тем самым у нас будут появляться инструменты с еще более расширенными возможностями в применении пирамидотерапии, плюс энергия от конкретных камней, конкретных минералов. И именно пирамида будет восприниматься мастером, будет восприниматься целителем, пациентом, не только как форма пирамиды, и как еще и информационно-энергетический объект с энергией конкретного целебного камня. Постепенно эту методику я также буду рассказывать, объяснять. Сегодня первая такая презентационная лекция, небольшая, видеообращение. И в данном как раз показе мы просто сумели заявить о том, что есть такая группа Аура Пирамид, о которой мы постепенно будем давать все больше и больше методики. И будем приглашать специалистов сотрудничать с нами в этом направлении. Будем приглашать владельцев спа-салонов, йога-студий, целительных кабинетов к сотрудничеству, к распространению данного метода и к обретению инструментов и методик на базе предложенной группы Аура Пирамид. Друзья, больше информации о Аура Пирамидах и полезном применении пирамид смотрите на сайте piramid.org.ua, а также на авторском сайте turkin.biz. Всего доброго!